здравствуйте с вами программа гипотеза я лили илькова сегодня у нас в гостях екатерина хаджаева выпускница казанского госуниверситета не скажу какого года социолог эксперт из санкт петербурга и мы продолжим говорить о немецкой тематике у кати был очень интересный опыт о котором она расскажет здравствуйте у меня такой вопрос я знаю что эти исследования проводились на рубеже 9 2009 2010 года я помню очень интересные были рассказы и как раз чем интересен этот период как раз тем что до миграционного кризиса скажем так своего рода чистая картинка германии ну их до чистого относительно потому что это как раз то время когда тила сарацин выпустил свою книгу германия сам ликвидируется вот она же тоже была не на пустом месте вот поскольку именно тогда ты проводила исследование именно религиозных общин мусульманских общин насколько я помню в германии очень интересно сделать такой исторический немножко экскурс что же там было в то время как как было тогда я оказалась в германии 2009-2060 году в качестве стипедиата программы фонда александра фон гумбольта это была программа для лидеров из россии китая и америки под патронажем канцлера германии и в рамках этой программы каждый концерт тогда был меркель так и было ну конечно вот и мы тогда каждый из нас участвую в этой программе должен был быть аффилирован с каким-то исследовательским центром и и проводить свой проект мой проект был абсолютно исследовательский и был посвящен не исследованию миграции вот это важно для понимания этих данных которые сейчас буду озвучивать а исследованию того как религиозной общины в конкретном городе это был город бремен они проводят молодежную работу это исследование я задумала для того чтобы сравнить ситуацию в россии потому что я до этого долго и плодотворно надеюсь занималась исследованием молодежной религиозности и молодежной работы в этих мечетях и православных сообществах и вообще вам на многих других религиозных сообществах города казани и в целом республики тарстан тоже посещала другие города и мне было интересно понять сравнение как по-разному может быть устроен устойчивые уже сообщества то что брала да я ездила вот в этом городе это север германии конечно больше больше в нем проживает 550 примерно тысяч человек этот восьмой город в стране по численности на тот момент был это такой промышленный город там очень много мигрантов кстати из россии а вот из вообще из прошлого снг то вот эти вот возвращено возвращен немцы и вообще русскоязычных граждан тоже они по прежнему русскоязычные ли они хорошо интегрированы русскоязычные многие прям остаются даже русскоязычными как во многих других городах и с немецким да особенно у детей да вот но кто отсюда уехал да с ним хорошо но их я почти не исследовала там только несколько общин брала вот свидетели еговые которые специализируются как раз на русскоязычном русскоязычное было сообщество у них вот но и я в основном посещала христианские динаминации первую чуть конечно же протестантские и католические но также мусульманское сообщество города бремена тоже почти все объездил значит смотрите если вообще в целом городе на тот момент проживало примерно 22 тысячи турецких граждан только граждан турции вот а в целом различные исследователи оценивали число мусульман практикующих мусульман городе примерно 40 тысяч человек и это сообщество она институционально это наверное очень интересно для нашего татарстана где есть вот единое духовное управление мусульман и все мечети относятся к единому такому вот органу да каким-то образом взаимодействует и объединены в единое сообщество такую зонтичную организацию в таки в времени таких зонтичных организаций было 4 значит если мы посмотрим на статистику из 28 мечетей которые тогда то есть каждое сообщество пишут про мечети в бремени сейчас я уточню просто пятьсот пятьдесят будем говорить тысяч населения и 28 мечетей да они все относятся к одному или молельных домов вот они не относятся к одному это собственно как раз я и рассказываю значит в бремени есть свое собственное объединение мусульманских общин так называемый шура бремен объединение мусульманских общин в земле бремен еще включаются еще небольшое такое бременхафские тоже мечети и в них ходит 18 мечетей вот входило из 28 то есть это вот самая большая такая и самая большая мечеть города бремен тоже входит вот в эту вот зонтичную организацию так называется дахвебан да да зонтичную организацию всех мусульманских общин 6 общин относятся где и так называемый дитип мечети это по-турецки она не скажу это тем мечети которые относятся к турецком исламскому союзу по религиозным делам что это такое дитип то есть он это аббревиатура как раз турецкого это по сути министерство по исламу турции которая посылает во все другие страны и прежде всего германию своих имамов с женами ну семьями на два-три года и вот эти шесть мечетей они принимают этого имама он ведет богослужение он ведет молитвы он отправляет различные там как бы ритуалы но само сообщество конституируется из прихожан да и сообщества и содержится на их деньги они единственно не платят зарплату этому имаму потому что этот имам получает зарплату от турецкого правительства то есть правильно я поняла что 6 вот этих дитип общин да они турецкие но они не турецкие они местные они зарегистрированы хорошо но они для турецких нет в тех 18 которые там тоже большинство турецких вот самая большая вот эта султан мечеть султан она тоже турецкая но она просто не входит они не хотят быть под контролем турецкого этого министерства и они содержат и выбирают среди себя мимама и сами его содержат за свой счет туда же в этот шура бремен входят вот эту самую многочисленную и арабские мечети вот есть еще также три мечети или молильных вот небольшие комнатки так называемая значит вот этот как же он там на объединение исламских культурных центров фербанта маслом культура центра это немецкое объединение и вот в времени было всего три центра и вот если мы говорим о слафизме а вот таком вот исламе немножко как с одним нетрадиционным то вот это было там больше трех в этих трех которые инициированы немецкой нет это они сами просто они сами организуются они будут из этого поля выбирают кому они будут относиться до организационно и также еще союз турецко-исламских культурных обществ европе уже европейского контекста не нет уровня тоже имел свою одну общину в этом городе дальше ну да и сейчас можно я просто пытаюсь понять в каких они между собой соотношениях и какая роль вообще ну все-таки принимающий немецкой стороны никакой никакая то есть это полная религиозная свобода они сами организуются и сами хотят вот так организуются хотят вот так и осмотрел ты сказал что часть из этих 18 арабские части из них турецкие но которые не получить которым не приезжают имамы из турции которые стараются дистанцироваться то есть для турецких скажем там у них и гюленовский культ и они немножко другие вот ну чисто нет но при этом есть для турок и есть для турок да да они входят одни одни вот в этот и тип и государства то есть немецкие какие-то федеральные органы управления никак это же земельная надо сказать да соподчинение то здесь вообще федеральные органы именно самой германии они не должны и не должны туда вмешиваться это взаимоотношение этих общин с землей и ланды тоже не вмешиваются а лэнда тоже не вот и она тоже ними они не вмешиваются в то как вы выбираете кому относиться но когда вы выбрали они с вами взаимодействуют как с любыми другими нко как с любыми другими религиозными организациям это выражается они предоставляют помещение или не конечно нет уже есть содержится полностью за счет самой общины да ну или за счет там у бизнесменов которые жертвуют и так далее да то есть есть отдельные здания есть небольшие комнатки это вот очень все по-разному зависит от части города да где какое население живет где-то вы даже говорю вот этот султан мечеть она очень большая она построена турецкими предпринимателями и там очень много прихожан и очень разных но в основном хоть туда ходят не только турки но в основном она такая турецко-ориентированная хотя находишь ура бремен вот собственно бременское объединение бременское объединение вот боснийцы тоже имеют свою там отделение имели до свое деле у них по мнению мечеть была такая небольшая комната все очень зависит вот и что делает для них город город для них создает помощь в организации их публичной жизни да что это значит городе например проводятся разные проекты самым известным в бремени проектом является интеграционная неделя вот это интеграцион воха этот проект который полностью курируется земельным уровнем да ну на сказать бремен это город как в нашем случае как город москва санкт-петербург у них нет земли да это город как гамбург там берлин вот и земля состоит из самого города и вот небольшого такого города сателлита бременхаффена на на море вот и в общем-то земельное вот уровень управления создает включает их во все свои публичные проекты все эти мечети так или иначе участвуют в каких-либо значит вот интеграционных мероприятиях вот интеграционную неделю точно так же как русское общество еврейская синагога там она есть у всех есть такая неделя нет она одна просто когда ее готовят государство рассылает приглашение участвуйте и африканский культурный центр и мечети и господи там даже были господи коммунисты все могли участвовать какие-то знаешь леваки тоже вот как сейчас коллеги рассказывали у нас очень демократично поэтому позволяем до всем высказываться то есть да у них нет там отбора просто любой человек любая организация которая хочет о себе заявить на городском вот этом земельном уровне участвует она она предлагает либо какой-то обсуждение либо какой-то праздник либо чаепитие либо еще что-то то есть и дальше вот в календаре от интеграционной недели это все вставляется при подготовке у вас есть прям календарь это именно неделя примут и каждый день что-то происходит в городе да и вы открываете это календарь думать а сегодня я пойду к этим сегодня я схожу туда в том числе почти все крупные мечети и дитип и шурабремен в этом участвуют нам они конечно чаще всего участвуют как основное это праздник то есть а мечеть консель имеет консолидирующие значение для своих прихожан то есть она организатор но при этом она открывает о двери для других значит этих любое другое может приинтересующихся давно эта практика существует этот интеграционная неделя вот я была в десятом получается это была уже четвертая то есть это вот где-то вот спят на самом деле с 5-го года что там не каждый год проводилась он там раз два года проводится то есть такое большое но помимо интеграционной недели там есть разные другие мероприятия абсолютно которые так или иначе вот мечети более того например вот и что интересно вот одна мечеть которая собственно входит в турецкие вот это объединение дадите миланом мечеть милана там лидер неформальный женщина халима чингис и она фактор она политический фактор в этом городе потому что она приглашается на все публичные мероприятия касаются вообще посылается приглашение всем кто хочет приходит но ее поставят спикером она говорит от имени мусульманского сообщества в этом городе временно сколько или это на как она где-то вот на тот момент и было 50 54 года взрослой женщину который значит и и муж муж я так понимаю еще не один учредителей но быстро там нету понятия но не понятно просто вот не в таком возрасте а все-таки не вену мы можем молодая института выстоять который существует татарском обществе приносить на турецкие это это просто нельзя делать возраст возраст не да она она такая активная очень женщина и она везде и вот они например делали праздник в честь день рождения мухаммада да и решили сделать вон общегородским не не только на своей мечети а сделать по поводу этого какую-то конференцию такую небольшое представление о том кто они что они и пригласили туда другие мечети и помещение дал для них как раз сенат ну то есть вот пожалуйста это публично в центре города было да то есть они там общались обсуждали потому что как раз там до швейцария провела привет этим как раз референдум а по строительству миноретов это было очень актуально и приглашали учить и небольшой такой воркшоп организовали или это же мечеть у них они находятся в таком части города которая очень мультикультурная гробблинг там очень много и африка очень много мигрантов разных разных живет вот и у них там была неделя языков вот 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 этого и конечно же они открыли двери для всех устроили так называемых цели на фестиваль рассказчиков да когда каждый каждое какое-то публичное пространство это в этой части города открыла свои двери там кто-то рассказывал сказки в прачечной а прачечи проживаешь кто-то библиотеке кто-то что-то и это мечеть это сообщество пригласила рассказчицу за свои деньги профессиональную и она рассказывала восточной сказки в мечети для детей этого города тут ведь что еще важно эти люди мусульманские сообщества мало того что они разъединенные они еще находятся в ситуации принимающего общества немецкое общество она характеризуется особыми своим правилами практики как любое другое и когда они устраивают свою внутреннюю жизнь по тем правилам которым они привыкли они должны все равно делать это с оглядкой на те правила которые существуют принимающим общество да и соответственно вот например относительно моей темы по моей теме значит именно работа с молодежью каждое христианское сообщество будь то протестантское будь то католическое молодежную работу выделяет как отдельное направление вот есть мы работа с положенными отдельно работ с молодым с молодежью и так далее и когда мы говорим об некой институциализации это этой молодежной работе мы можем отметить что во всех христианских общинах принято иметь так называемого официального представителя по молодежной работе а может быть на зарплате а если приход не очень большой может быть на общественных началах неважно но когда вы открываете просто контакты да вы видите что а значит вот контакты руководителя общин и тапо молодежная работа такое то человек вот его телефон мусульманские сообщества тоже когда они регистрируются когда не начинают свою работу то публично тоже вынуждены организовать свою представительную молодежную работу. Однако, как мы все знаем, в мусульманских общинах не бывает единой молодежной работы, потому что у нас разделение гендерное на девушек и юношей. Для мальчишек они предлагают футбол, отдельные какие-то мероприятия, для девчонок другие. И как они решают этот вопрос? И это самое любопытное. То есть внутри себя они делят, что вот эти люди будут заниматься организацией работы с девушками, какие-то курсы, какие-то там интересные мероприятия. А вот тут будут больше с мальчишками работать, с подростками или с юношами. Но, когда нужно указать кого-то ответственным за молодежную работу, выбирают кого-то одного, кто согласится, так скажем. И когда приходишь, вот у меня Султан мечеть большую самую я пришла, там у них мальчик отвечал. И вот он мне все рассказал, говорит, ну я же только про мальчиков могу тебе рассказать, про югентлихе, про мальчишков, не про молодежь, а вот прям про мальчишек. А про девочек ты вот туда у этой девчонки спроси, она тебе все расскажет. Хотя, говорит, я, в общем-то, ответственная за это направление, но поскольку у нас вот есть такая специфика. Или другой формат, так называемый кермес. Кермес, если ты знаешь, это такой праздник в честь святого, который организует община, ярмарку после храма своего. Знаешь, что такое вот в Германии. Когда, значит, у вас день святого, в честь которого названа церковь, община организует ярмарку для небухов, да, для сообщества вокруг, для всех, где будут как бы небольшие кафе, представлены напитки, чай и так далее, и можно пожертвовать что-то вот в пользу храма. Такая вот небольшая ярмарка. Это называется кермес. Так вот эти кермес проводят мечети, сообщества мечети. Но называют они кермес. То есть вот... Вот она интеграция в действие. Да, потому что им приходится использовать понятные смыслы, да. И на самом деле этот кермес, по сути, даже не мусульманский, потому что чаще всего организуют как раз вот турецкие мечети. Это турецкий праздник. Просто приглашаются музыканты, готовится турецкая еда. И все жители этого города, части города, соседних улиц, неважно, мусульмане они, местные, немцы, приезжие из других стран, приглашаются бесплатно покушать, принять участие в общем празднике. Смотри, сейчас получается, ну, ты так сказал, не мусульманские даже, а турецкие. То есть в том случае национальная идентичность именно турецкая, она первична. Конечно. Важнее. И это важно. По сути, вот из всех турецких мечетей, если это не многоэтническая мечеть, как крупная самая, например, там есть немного арабов, но в основном, если она создана турками, поддерживается турками, имам турок, то есть выходцы из Турции, то она функционирует, по сути, как не только религиозный, но прежде всего национальный культурный центр. То есть там женщины или люди, или дети, или кто-то изучает турецкий язык. Там у вас есть библиотека на турецком языке. То есть не религиозная даже библиотека, а просто турецкая. Это тот институт, который позволяет воспроизводить идентичность страны исхода для приезжих и для тех, кто родился, то есть для мигрантов, для жителей второго поколения с миграционным прошлым их родителей. И здесь, что самое интересное, здесь я бы хотела рассказать про кейсы левитов, который очень интересен. Вот левитская община временная, я там тоже ее посетила, и там очень активный был молодежный лидер на тот момент. Я сейчас не знаю, как он куда-то делся. Давайте вот прям для зрителей буквально в паре слов скажем, что такие левиты. Ну, левиты – это религиозное меньшинство. Большая часть из них живет в Сирии, как мы сейчас знаем, да, собственно, мы режим этот и поддерживаем. Да, Асад, Башарасад. Оловиты их обычно чаще всего называют. Оловиты, ну, оливиты по-немецки, да, оливиты. Вот, и они являются меньшинством религиозным в Турции, потому что они тоже там на границе Сирии существуют и всегда жили. Более того, они ущемленные. Чем они отличны? Ох, ну, там много отличий, да. Вообще, на самом деле, они причислены к исламу очень там в середине 20 века, ближе к 70-х годах. Собственно, это вот сирийский вопрос решения конфликтов политических как раз, потому что их просто решили, что вот пусть они будут мусульмане, потому что они поклоняются Али. Но сами практики их поклонения совершенно другие. Это песенное поклонение, там нет намаза, там вообще все другое. Все другое. И мужчины, и женщины молятся вместе. Это секретные таинства, их туда не допускаются, никто другие, кроме самих Оловитов. Ну, то есть вот это особая вообще очень группа. И очень интересная. Но что было интересно в моей работе, что я обнаружила, когда я стала с ним разговаривать, с этим парнем, который возглавляет молодежное направление этой олимпийской общины, и он такой яркий, он везде участвует, он очень активный. Сириец, естественно. Нет, турок. Турок из Турции. Выяснилось в разговоре, что он обнаружил свою идентичность, что он турок, но не мусульманин, уже в Германии, потому что его привезли очень маленьким родителям. Да, да, взывал котик. И когда его отправили в садик, его собственная воспитательница его спрашивает, ну, у тебя, наверное, там тебе нельзя свинину, ты же мусульманин. А он пришел домой и спрашивает, мама, можно мне там спрашивать какие-то запрещения? И тут мама ему и рассказала, что мы, конечно, из Турции, но мы не мусульмане в том виде, в котором другие приезжие из Турции. Мы немножко другие. И вот тогда он ощутил свою сопричастность к особому вот этому сообществу. Ну, когда вырос, стал этим интересоваться, развивать. Это можно. То есть, что интересно, это совершенно, ну, и мы знаем, да, что авитское сообщество Европы в целом, не только в Германии, Европа очень сильная гражданская организация, которая отстаивает права этого меньшинства в Турции, угнетаемого. В 90-е годы были даже несколько случаев кровавых разборок, понимаете? То есть это серьезная проблема. И именно они, мигранты в Европе, усилили позиции этого меньшинства так, чтобы хотя бы хоть как-то его защитить, например. Но он об этом, обо всем он узнал уже потом. И политизация его вот в этом аналавийском контексте произошла вот в Германии. Интересно вообще. Это очень любопытный случай. И который вскрывает страшно интересную вещь. Интеграционная работа в Германии в отношении турецкого населения на тот момент воспринималась исключительно как работа с исламом. То есть вот это неформально. В бумагах, конечно, была написана работа интеграции, но когда подразумевалось, что интеграция именно турецких приезжих из Турции, автоматически все говорят, ну, ислам, ну, какие проблемы, значит, этот платок, мечети, еще что-то, да. А о том, что из Турции приезжают не только мусульмане, в головах и у чиновников, и у простых людей даже не возникало. И что самое любопытное, я вот сейчас, да, вот, наверное, особенно в контексте постсирийской миграции, вот этой, да, я вот этот момент уже не знаю, потому что я там не жила с тех пор. И в 2010 году как раз уехала после этого моего полевого исследования. Что было любопытно как раз, что более того, когда я ходила в различные турецкие организации политические, там, например, есть Анатолийская, Леватская организации, они вообще атеисты, ну, турки, мигранты, и они мне говорят, ну, мы вот занимаемся тут просветительством, мы говорим про эксплуатацию, мы работаем с рабочими, да. Но турецкая национальная идентичность для них все равно значима. Нет, они просто изгои, они уехали из страны, потому что в Турции не смогли себя найти, и организовали свой вот этот турецкий леватский центр там в одном, в одной части города, да, и позиционируют себя, и живут, в общем-то, в миграционном районе, где много турков, и они работают с ребятами, с молодежью, образовывая их политически. И они мне тоже говорят, ну, почему нас всех турок воспринимают как мусульман исключительно здесь, мы не знаем. И вот это было очень любопытно заметить, потому что, по сути, когда вот идет схематизация, шаблонизация, да, большинство верующих, большинство каким-то образом себя соотносит именно с исламом, практикующие они или не практикующие, это уже не важно. Но все равно интеграционная работа на тот момент, работа с мигрантами, не воспринималась вот так многомерно. Вот смотри, что я хочу сказать, рвусь уже, потому что как раз на прошлой программе, нет, не к тому, были у нас коллеги из Германии, из центра имени Лейбница, центра изучения современного Востока. Они работают с 2008 года, и фокус их исследований как раз, они акцентировали внимание ровно на этом, что нам важно понять, разобраться, насколько разные сообщества в странах, которые мы принято считать восточными или мусульманскими, потому что мы понимаем, что это совершенно разные могут быть практики, разные повседневные традиции. И нам важно понять вот кто, что, как, потому что мы, оказывается, очень мало об этом знаем, и мы думали, что, и сейчас там многие думают, что вот если мусульмане, то они все одинаковые. А они же, говорят, все разные, и нам нужно просто знать вот кто какой, вот ровно то, о чем ты говоришь. Более того, я тебе расскажу. Я сейчас говорю в основном про турецкие вещи, да, но, например, я ходила в несколько мечетей, которые считаются арабскими. И вот в одной из них, где очень как раз интересно поставлена молодежная работа, я почему ее и выбрала, чаще там бывало, потому что там вроде как девочки с мальчиком разделены, но он их заставляет все вместе что-то делать. Потому что, ну вот да, они там культурную часть религиозную изучают отдельно, а делать что-то, какой-то проект должны вместе там вот во время эфтаров, там еще пусть все помогают, и нечего их тут делить. Он такой очень либеральный, из Ирана мужчина, не, из Ирака. Из Ирака. Из Ирака. Так что в эту мечеть, это в Ной штате, то есть это тоже мультикультурный район, значит, туда приходят в основном люди из разных арабских стран. Но поскольку человек из Марокко, ну никогда не понимает этого иракского диалекта, ну просто, разговаривают они друг с другом на немецком. И у них даже пятничная проповедь в двух языках, то есть он ее читает на арабском, кто поймет, тот поймет, а потом дублируют ее на немецком языке, чтобы поняли все остальные. То есть у них лингвы франка, немецкий язык. И все мероприятия, публичные, на которых я там была, у них тоже были какие-то обсуждения, какие-то праздники они проводили, были на немецком. И что интересно, именно там я нашла небольшую группу, там две или три семьи немцев конвертированных, то есть обращенных в ислам, которые сами обратились, не будучи никакими этническими верующими мусульманами, просто им выбрали эту веру, именно пары. И они ходят именно в эту мечеть, потому что она им ближе всего по духу. Потому что здесь разговаривают по немецкому, здесь нет вот этого гюленовского следа, здесь нет турецкого следа, здесь нет никакой политики, как у всех остальных, потому что мы понимаем, что все те, если у нас гомогенная, вот, например, турецкая мечеть, они привносят все свои политические, религиозные проблемы и разногласия с собой. И вот когда ты с ними остаешься, ты с ними сидишь, обсуждаешь, именно то, что там будет Ирндаган делать, что для них важен весь комплекс, значит, не только религиозных, но и политических проблем, да, с той стороны, откуда они приехали. А эта мечеть, получается, она такая инклюзивная, она включает всех, и там на молитву приходят люди с совершенно разным миграционным опытом, да, из разных совершенно стран, и немецкий язык там оказывается таким способом хоть как-то общаться. Ну вот она, интеграция и есть, что же тогда не устраивает. При этом никакого, еще раз, никакого чиновничного контроля, то есть никакой чиновник к ним не приходит, ну, как у нас, например, когда духовный управленный СН говорит, что теперь проповеди только на татарском. Никто им не указывает, на каком языке им читать проповеди. Просто коммуникативная задача быть понятым приводит к тому, что вот они будут это делать на немецком. Выбирается язык общий. Да, и они, поэтому их очень любят как раз вот и чиновники, потому что им с ними удобно и понятно, что говорят. Потому что они очень интегрированы, очень мультикультурные, и вообще всякие интересные. Да, они очень любопытные. И у них есть вот свои немцы, которые вообще шикарно говорят на немецком, которые имеют возможность отлично все представить, и организуют различные фтары, и мероприятия, и политические. То есть как бы они трансформируют уже в итоге свою мультикультурную составляющую, и у них получается нечто новое. Катя, вот последний вопрос хотела задать такой. Вот сейчас как раз в связи с этим рассказом, что были уже и новообращенные сами немцы, а до этого когда-то рассказывала про сказки, про интеграционную неделю, насколько во всех этих мероприятиях участвуют не только мигранты, но и сами немцы. Вот, например, сказки же, когда рассказывают, это же интересные. Я была на этом фестивале, там это... Вот прям немцы-немцы, вот они приходят с детьми. Да, да, это просто, ну, всем интересно зайти в мечеть. И если она открывает двери, а потом, да, еще надо сказать, что каждая из мечетей следует этому общему правилу. Некоммерческие организации, в том числе религиозные или публичные организации, обязаны в Германии, но это не то, что обязательство, но это, ну, как сказать, желательное поведение, поэтому все ему следует организовывать дни открытых дверей. Это по всей Германии такая политика, да, что если ты публичная и общественная организация, ты должен дать возможность приходить к тебе людям. И это тоже всегда отдельное мероприятие. Они впихивают это вот либо в какие-то общегородские праздники или события, или это организовывают отдельно. То есть ты можешь прямо открыть справочники немецких в этом городе, какие существуют общественные организации, и там всегда будет написано «Дни открытых дверей, такие-то дни». И любой человек, заинтересовавшийся, любой, может прийти и посмотреть, что там вообще происходит. И все мечети точно так же открыты по тем дням, которые они для себя установили. И немцы приходят, немцы общаются. Причем острые темы иногда поднимаются. Вот в одной мечети я видела просто спор мировоззренческий. Там пришли люди такие достаточно консервативные протестанты, которые часто путешествуют туристами. в Турцию отдыхать. Как мы знаем, немцы любят в Турцию ездить отдыхать. И они подняли там вопрос строительства христианских храмов. Говорят, вы же нам не запрещаете христианам строить храмы. И ребятам в мечети немцам, молодежи, которые там родились, и вообще никакого отношения к самой Турции сами уже не имеют, потому что они немцы. Они в интервью там не один говорит, я здесь родился, это моя родина. Как я могу за это ответить? Они там пытаются найти ответ. Говорят, а вот давайте, требуйте, требуйте от своего правительства, от Турции, чтобы была открытость ко всем. Какой-то они конфликт приводили, конкретного запрещения. Вот на тот момент было какое-то запрещение в каком-то городе в Турции строительство храма. Вот они прямо привели этот пример. Острый, то есть не то, что, вы знаете, нет такого, что прямо вот елей. Нелубочная. Нелубочная. И не симулякор. То есть люди приходят, задают, и просто такие вопросы, а вот это можно, это нельзя, а что вы носите, а как завязывать платок. Ну, такие любопытствующие вещи. Ну, в том числе и острая тема. Более того, например, в Времени был случай, который даже дошел до конституционного суда. Женщина одна, тоже с миграционным прошлым, ее семьи, потому что у нее отлично немецкий, я не знаю, по-моему, она была в совсем детском возрасте привезена родителями в Германию. Вот, она получила профессию учителя. Поскольку она практикующая мусульманка, она носит платок. И ей запретили читать, вести занятия именно учителем. То есть ей дали только должность, менее квалифицированную, помогать учителю, там, типа что-то в продленке. А вот учителем ей быть запретили, или снимай платок, или, значит, давай вот не будешь учителем. Это в Времени. В Времени, это было в Времени. И она дошла до конституционного суда, и конституционный суд в этом, в Харсру, где он находится, он поддержал позицию школы. Потому что Времен имеет особую поправку даже в конституции по религиозной свободе. И, в принципе, вот к ней все относилось. Спасибо большое. Очень интересный рассказ. На самом деле, действительно интересно, что вот какая-то картинка того времени, которое отражает, ну, пусть не елейное, да, но очень стабильное какое-то вот, или стремящееся к стабильности, к равновесию систему, которая, в общем-то, себя находила. Другое дело, как это сейчас. Спасибо большое за интересный рассказ. У нас в гостях была Екатерина Хаджаева, социолог, кандидат социологических наук, эксперт из Санкт-Петербурга со своим очень интересным рассказом. Спасибо. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok